Крыша Крыша 26 декабря 1908 года. Баку. Прямо среди бела дня в самом центре города неизвестные нападают на нефтяного магната Мусу Нагиева. Они заталкивают его в экипаж и увозят за пределы города. Почти неделю сыщики разыскивают похитителей. Как вдруг нефтяной магнат сам возвращается домой целый и невредимый. Без следов побоев и даже без единой царапины. Но что самое удивительное, Нагиев не заявляет в полицию на преступников, которые похитили его. Он вообще не предпринимает каких-либо действий для того, чтобы они были наказаны. Мало того, он просит не возбуждать уголовное дело по факту похищения. И только перед самой смертью Нагиев расскажет членам своей семьи о том, кто же тогда похитил его. И назовет имя своего похитителя. Коба. Он же Сосо. Он же Рябой. Он же Иосиф Джугашвили. Будущий вождь пролетариата. Это родная внучка Мусы Нагиева. Сегодня она без опасения может рассказывать о похищении своего деда. Хотя это было тайной семьей Нагиевых многие годы. Оказывается, ее дед был хорошо знаком своим похитителям, Иосифом Джугашвили. Именно поэтому ему так легко удалось договориться с ним об освобождении. Правда, за свободу ему пришлось заплатить. Мусан Нагиев отдал похитителю 50 тысяч рублей.